В 1962 году Фабрициус Креприя доказал, что в любой прямой общего положения, замок и плату кривой, есть некоторое соотношение на количество, опять как здесь, Т-плюс, Т-минус, только здесь уже кривая сама собой, на количество точек самопересечения, и вот надо еще кое-что добавить, количество точек перегиба. Давайте я объясню, что такое точка перегиба. Представьте себе, вы идете по кривой, тогда понятно, что ускорение направлено вот сюда. В какой-то момент ускорение может быть направлено сюда. Есть такая ситуация, когда происходит тот самый перегиб, когда касательно... Когда ускорение, как бы вы любите. Радюс кривизны бесконечности, кривизна, соответственно, может быть. То есть, когда направление скорости, вот вы в покасательной, когда идете, то здесь вот вы идете в эту область, а здесь, когда вы идете по касательной, то вы идете в эту область. Вот, ребята, оказывается, на эти четыре числа есть замечательное равенство, которое называется теорема фарпозиции у Субьеды. И я сейчас могу ее вам очень быстро доказать. Возьмем какую-нибудь кривую. Вот она кривая. Так, вы согласны, что это достаточно случайная кривая? Да? Достаточно случайная. Отлично. Скажите, пожалуйста, здесь есть точка перегиба? Вообще-то нет. Здесь есть точка перегиба? Мне кажется, должно быть. Потому что здесь... Две штуки. Так. Примерно в этом месте. Так, хорошо. Дальше мы едем, едем, едем. Мы едем, едем, едем. Мы едем, едем, едем. А здесь смотрите, что происходит. Вот примерно в этом месте тоже эта точка перегиба. А теперь идея. Ребята, давайте представим себе, что в каждой точке прямой нарисован тот самый вектор скорости. Вот, то есть мы идем по прямой и смотрим туда направо на скорость. И чуть-чуть пройдем вдоль этого самого века. И тогда кривая получится вот так вот идущая. А здесь же касательная будет сюда. Поэтому в том месте, где перегиб, кривая получается вот такая. Которая я рисую, она устроена вот так. Опять, там, где перегиб. Идем сюда и сюда вот так вот. Сюда. Имеется в виду, что это маленькая-маленькая-маленькая стоит. Совсем не так. Теперь давайте разберемся. Во-первых, с формальной конструкцией. Значит, формальная конструкция простая. Идем, что называется, вдоль кривой. При этом пересекаем ее вот таким образом в точках перегиба. А в остальных местах идем вдоль. Система идей понятна? Как строится красная кривая по белой. Вот здесь вот они касаются. Все замечательно. Вот пересекаются. Так. Хорошо. Теперь смотрите, что у нас есть. У нас есть вот эти четыре числа. Но вообще-то мы получили задачу от двух гривых. И эту задачу мы уже решали. Только надо здесь поставить не большие кривые, а маленькие. В знак того, что это для этих двух кривых. И давайте поймем, как выражаются числа t маленькая, плюсикого, t маленькая, минусикого и d маленькая через вот эти числа. Это совсем просто. Смотрите, где пересекается красная линия с белой. Во-первых, каждая из точек перегиба дает нам пересечение. Согласны? Отлично. Значит, для t маленького я пишу, что каждая точка перегиба дает пересечение. И это столько точек пересечения. Но еще здесь статья есть интересное место. Вот это первое и вот это красное. Видите, здесь возникают две точки пересечения. И это не случайно. Потому что всегда, когда у нас есть вот просто точка самого пересечения кривой, то когда мы шли вдоль одной и шли вдоль другой, то возникают две точки. Согласны? Значит, я сюда еще должен добавить два t большого. Хорошо? Теперь что с t плюсиком и t минусиком? Смотрите. Внутренняя касательная. Раньше у нас была какая-нибудь внутренняя касательная. Вот такого типа. Вот она, у кривой есть такая касательная. Вы смотрите. Я могу теперь чуть-чуть ее изместить. От белого к красным. Или наоборот. Вот от этого белого к красным. Или наоборот. От этого белого к красным. Каждая внутренняя касательная превратится на самом деле в кривую. Это 2t плюсиковая. И точно так же. Вот здесь была внешняя касательная в самой кривой. Но она соответствует на самом деле другу. Вот такой и такой. От белого к красным. От красного белого. Так что t плюсиковая это 2l плюсиковая. А теперь мы должны вот эти формулы подставить всю. Возьмите, что это несложно. 2t большое плюсиковая. Это 2t большое плюсиковая. Плюс и плюс 2t. Это называется формула Фабрициуса Герри. 1962 год. Удивительно простая формула. Правда?